Всем привет! С вами команда White Noise, и сегодня мы коротко расскажем о принципе создания уровней для игры Twin Soul. Идея создания большого уровня в жилом доме родилась при разработке фанфика по вселенной Silent Hill – Alchemilla. При минимальном количестве моделей и текстур мы добились, чтобы квартиры были не похожи друг на друга, смогли вписать в них историю жильцов и их быта. Этот успешный опыт мы перенесли и в текущий проект, но уже в антураже постсоветского быта. За основу планировки квартир мы выбрали классические панельные дома советских времен. Однако нас не устраивали узкие лестничные проходы, скудные коридоры и маленькие лифтовые площадки. Ведь на этот раз мы подняли планку и вместо симулятора ходьбы запланировали полноценный геймплей. Нас осенило, когда мы наткнулись на бывшее общежитие, перестроенное в квартирный комплекс. Сложное переплетение коридоров и широкие лестницы имеют гораздо больше перспективы для фантазии дизайнера уровней. Однако мы не стали копировать найденное точь в точь и придумали собственную планировку. В рамках игровых условностей ширина коридоров, дверей и метраж квартир были сильно увеличены. Это было сделано не только для удобства передвижения игрока, но и для передвижения искусственного интеллекта. ИИ особенно любит большие пространства, дабы нигде ненароком не застрять. Постепенно мы пришли к кластерному дизайну уровней. Из любого крупного помещения должно быть минимум два выхода. Так у игрока должна быть возможность убежать от опасности или планировать безопасный путь к цели. Решением для однокомнатной квартиры стала смежная лоджия. А чтобы игрок не терялся в одинаковой планировке и понимал, что, допустим, находится уже на другом этаже, мы выделяем разные места светом, цветом и наполнением помещения. Все стены и крупные объекты разбиты на модули, что позволяет нам быстро строить разноплановые помещения и удобно настраивать базовое окружение для запекания света в лайтмапы. Модули обладают физикой, поэтому прототип нового уровня мы собираем из них же. Они вполне подходят для тестирования игрового процесса перед детальной проработкой окружения и настройки света. При отсутствии подходящих модулей всегда можно использовать базовые объекты редактора уровней как плейсхолдеры. Данный этап в левел-дизайне обычно называется grey или white box. Кроме того, модульность позволяет легко настраивать и стриминг уровней. Пока вы едете в лифте, один этаж выгружается, а другой загружается. Так мы экономим вашу видеопамять. В следующий раз мы расскажем об основных принципах построения света и будущие планы развития подхода к данной работе. Всем спасибо за внимание! Пишите в комментариях, интересно ли вам слушать про техническую сторону разработки. И так как это наш первый подобный опыт, с удовольствием послушаем критику. Не забывайте подписываться! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...